Здравствуйте, дорогого режиссера, у нас вечера официальная, торжественная. Если мы можем сделать музыку, не так, хорошо. Спасибо. Друзья, ну что, еще раз здравствуйте, мы рады вас приветствовать на официальном ужине команд России и Берланды, которые встретятся в четверо-финальном матче Кубка Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в официальном ужине в Кубке Федерации. Мы очень рады вас приветствовать в этом месте в Москве. Я думаю, что многие из вас не первый раз в этом городе и понимают, что пробки и трафик в столице очень и очень серьезные. Мы просим прощения. Наш президент Федерации, Шамиль Андреевич Тарпичев, немного задерживается из-за этих причин. Я понимаю, что для многих из вас это первый раз в Москве, поэтому вы бы понимаете, что трафик очень тяжелый в Москве. Шамиль Тарпичев, the head of Russian tennis, is probably engulfed in one of those traffic jams. Ну согласитесь, это прекрасно нарушает традиции, поэтому давайте мы нарушим традицию и начнем все-таки с наших гостей, со сборной Голландии. Так что приглашаю на нашу сцену, даже не привизирую, но настоящую, Рольфа Тунга, президента Остации лаунтейнсного королевства Нидерландов. Господин Тунг, вам слово. Господин Тунг, я хочу приглашать представитель Рольф Тунг, Мистер Рольф Тунг, на этой сцене. И, соответственно, это реально сцене, так что, пожалуйста, пожалуйста, Мистер Рольф Тунг. Окей, это сюрприз. Да, это сюрприз. Да, они бросают традиционные традиции. Вопрос был, не проверяя ли состояние трафика на своём айпаде с бандерром Г recomendанию, но не бывает. Алексей, я не вижу. Алексей Селивальненко. А, здесь вы. Господин Алексей Селивальненко здесь. Его потерял временно господин Тунг. Алексей Селивальненко. Алексей Селивальненко. Алексей Селивальненко. Я знаю, что россияне любят все контролировать, но в данном случае вам нужно контролировать погоду. Потому что здесь примерно тазится про то, что в Амстердаме не совсем не холодно. Я хочу поприветствовать, хотя я не вижу сейчас, его превосходительского посла Нидерландов в России. Мистер Ром van д'Артон, мы очень рады, что вы здесь сегодня. Я хочу поприветствовать посла. Нидерландов в России. Идерландов в России. Идерландов в России. Идерландов в России. Идерландов в России. Я знаю, что его послужительский послужитель Нидерландов будет присутствовать на матче. Я хочу, чтобы вы вместе со своими коллегами поддерживали и болели как можно громче нам это порадит в сборной Нидерландов. И я, конечно же, хочу поприветствовать в сборной Нидерландов. Хочу поприветствовать Синди Бургер. Синди, я не терпения ждут твою речь новичка в сборной. Синди Бургер. Также очень надеюсь на матчах. Я надеюсь на лучшие победы. И, конечно же, всегда ждут сюрпризы. Синди Бургер. Надеюсь, что сильнейшая команда победит. И всегда, как всегда, жду сюрпризов. Мария. Хочу обратиться к Марии. У меня есть быстрое слово для вас. Очень быстренькая такая речь для вас, Мария. Я очень люблю ваши конфеты. Мария, но я знаю, что вы теперь открыли новый сегмент шоколадных ваших конфет. И я могу еть чоколаду весь день. И мои друзья знают об этом. И я надеюсь, что много хороших вкусов от ваших конфет. Надеюсь, что из этой новой шоколадной линии будет много интересных вкусов. И ты желаю надеюсь, что здесь позволю мне об этом crocodile статьart. Следую я всем, всем вам! Приятного вам ужина, господа! В죠езда к дел Hadi, кто чтоб Desert Kingers features for their show, Добрый вечер, господин посол, дамы и господа. Я хочу поприветствовать команды и поздравить всех игроков. Это большая честь и привилегия представлять сборной своих стран, и я знаю, что у вас плотный график, поэтому мы высоко ценим участие каждого игрока в этих матчах. Хочу поблагодарить Российскую Теннисную Федерацию за прекрасную работу, проделанную по организации стадионам всего этого матча в городе Москве. Поскольку мы представляем, я представляю Британию, а мы любим историю, хочу добавить кое-что к своей речи. Я помню, как в 1962 году Мэри Хэр, которая входила в мировую десятку и выступала за Великобританию, обратилась к Международной Федерации, то есть к ИТФ. Она была в главе компании, целью которой было создать такое же командное соревнование для женщин, как и то, которое имели уже мужчины в лице Кубка Дэвиса. Таким образом, в 1963 году было создано командное соревнование по названию Кубка Федерации и стало крупнейшим женским командным соревнованием в мире. Настолько крупным стало целью, что в этом году в нем участвуют представители 102 стран. И миллионы болельщиков во всем мире будут следить за этими матчами вживую, а также по телевидению, через соцсети и через интернет. У нас сегодня с нами Винченцо Калла, который представляет нашего титульного спонсора, потому что без спонсоров невозможно было представить, как БНП Париба. Надо напомнить, что БНП Париба уже вступает свой 12-й год титульного спонсора Кубка Федерации. И надо не забыть о Деке, Бет-Уэй, наших известных спонсоров и партнеров под названием БНП Париба. Хочу представить Алису Солсбери, которая с нами сегодня работает, представляет Алису Солсбери, представляющая АТФ. Международный спонсор Каллиса. И хочу приветствовать Джона Глоба, представляющая Австралию, судьи на вышке. И Чичи и Альберти, вторая судьи на вышке, представляющая Италию. В этот уикенд этот матч будет расшириться в зубу напрямую по телевидению. Пожелаю всем хорошего конечного уикенда. Спасибо большое, Энди. Спасибо большое, Денис. Я ненадолго вас оставил.